По поводу охраны объектов, проанализировав этот вопрос, площадок, которые были бы специализированы, находящиеся под охраной, либо под видеонаблюдением, у администрации Ачинского района не имеется. В связи с этим сейчас мы проводим работу с индивидуальными предпринимателями, либо с какими организациями, например, СРЖД, у кого имеются подобные площадки, дабы они могли взять имущество на хранение. Но, учитывая процедуру, далеко не каждый предприниматель и организация готовы взять на себя обязательства для хранения этого имущества, потому что они с этого, в принципе, ничего не получают, за это нести дополнительную ответственность. Но, помимо того, что пытаемся договориться с СРЖД, с предпринимателями, в частности, в Белом ГИРО, прорабатываем вопрос с главами сельсоветов, обратились с письмом, чтобы они детально объяснили, если не могут сами на какой-то территории содержать данное имущество, то хотя бы нам дали список тех, с кем можно провести работу. То есть, ежедневно актуализируем, есть и в дальнейшем еще, скажем так, лица, с кем планируем провести работу, в частности, и с перевозчиком, который на данный момент осуществляет доставку детей у него в городе Ачинске, есть база. Сделали запрос в администрацию города Ачинска, в частности, в Куми, но нам предложили варианты, но после проведения осмотра в территории, то, что предлагают, требует капитальных ремонтов, мы учитывая затраты, опять же, у нас таких пока средств нет и не заложены средства для ремонта, допустим, имущества города Ачинска. Можно еще раз сделать такие вопросы. Капитальные ремонты, вы собираетесь бокс арендовать для стоянки хранения данных автобусов? Не только для стоянки данных автобусов, а вообще, в принципе, для хранения муниципального имущества, которое находится либо в нерабочем состоянии, либо не отдано на ответственное хранение кому-либо, да, планируем организовать такое определенное отдельное место, чтобы избежать хищения и порчи имущества муниципального. В этом направлении, да, проводим работу, потому что по состоянию до конца, скажем так, 2020 года таких мест не было. Были какие-то определенные, скажем так, места хранения там у частных лиц, что недопустимо в данном случае. Ну, а администрация города вам дает место, площадку открытую хоть какую-то? Они ответили нам, что готовы предоставить боксы, но боксы находятся в аварийном состоянии. Эти три автобуса разграблены, их никто не купит. Первая оценка проводится 10% от нового, сейчас они наполовину. Второй этап 20%. В итоге, ну да, понятно, второй этап пошаговый. Но я-то имею в виду на будущее, еще же мы автобусы, 10 лет прошло, сколько их будет. И вот таким образом. Вот эти вопросы будут каждый год потом. Вот этот вопрос мы будем три раза еще раз задать. Я вам пояснил, что мы ищем... Ну, надо искать стоянку. Это безусловно, с вами я полностью согласен. В чем здесь администрация? ГИБДД, ГУВД наши, везде, Большой УЛУ и Бирилюсов, везде... А у вас нет возможности пару автобусов поставить на ваших площадках? Вы предлагаете недвижимую технику перевозить в УЛУ или еще куда-то? Нет, она же была недвижимая, когда ее списывали с этого снимания. Извините, но я такими данными не обладаю. Ну, понятно. На данный момент мы зафиксировали техническое... Мы эти три автобуса, мы сейчас три года... Нет, давайте разберемся, правда. Вот смотрите, передал... Вот передал перевозчик автобуса, да, в надлежащем состоянии. Акты приема и передачи автобусов существуют? Отсутствуют. Отсутствуют? Я не могу вам сказать, когда их передавали, в каком техническом состоянии они находились. На данный момент, вот именно, скажем так, при... Ну, с моей стороны были здесь действия следующие осуществлены. Не экспертов, но технических специалистов от Центра обеспечения учреждений. Были направлены, зафиксировано их техническое состояние, какие узлы, агрегаты отсутствуют. И все это было заактировано. Чтобы в случае исчезновения чего-либо мы могли обратиться в полицию. Но на тот момент, скажем так, отсечка 2020 год, мы не можем даже обратиться в полицию и сказать, в каком состоянии они находились. Ну, я думаю, у перевозчика, который передавал, у него же есть акты на руках, может ли у них запросить акты? Понимаете, это практически 2014 год. Нет, ну это мы говорим о двух автобусах. Там стоят совершенно автобусы, которым только 10 лет. Там же кроме вот этих двух или трех автобусов, которые вы говорите, там еще порядка 7 автобусов. Да, есть и 4 автобуса. В хорошей комплектации. Мы с депутатским корпусом их осматривали комиссионно, делали фотографии. Там стоят двигатели, навесное оборудование. Ну, я вас услышал. О том, что вы проводили осмотр, мне было неизвестно. Но так как у вас есть эта информация, я обязательно и у вас, и у перевозчиков... Что это дальше с ними? Вот они сейчас стоят, их дальше грабят. Ну, я могу, наверное, все разграбить. То есть, кто их разграбил, вы не знаете. А кто, корцы, крайние там, вы можете спросить, кто передавал, перевозчик. Ответственные лица же должны быть кто-то. Ну, мы попытаемся их найти. Мы попытаемся, это не ответ. А если их не существует уже? Как их не существует? Они умерли, что ли? Не умерли, а именно организация может вполне не существовать. Вы прекрасно знаете все процессы. Сан Саныч. Сегодня есть организация, а завтра я нет. Нет, у нас можно сказать, Ваилатич, конечно. У нас база-то большая. Ну, база. У нас у подрядчика база. Ты когда у нас был в последний раз? Вот все так и отказываются. Ну, это понятно, но это же дело такое. Сохранность государственного имущества куми. А свяжись потом. То есть, с лицами нельзя заключать ничего, да? Нет, мы будем, если кто-то изъявит желание, обязательно ответственного материального ответственности. Я про Горный хочу сказать. Шинмайер Виктор Александрович, вы с ними разговаривали? С Шинмайером нет. Это та старая база, которая в Горном находится. Там достаточно места. И он, в принципе, изначально собирался их купить. Но не в таком состоянии, каком они сегодня. А когда они были нормальными, он хотел их купить. Но я думаю, и в дальнейшем, я так думаю, что они придут к металлолому. Поэтому он и на металлолом он готов и купить. Поэтому я вам совет переговорить. Обязательно свяжемся. Шинмайер, да. У него достаточно территории. Может, он их там и утащит как раз. Я имею в виду те автобусы, которые в Горном, где-то мы еще ее не знаем. Может, все-таки провести какое-то служебное расследование? Найти крайних за сохранность имущества государственного? Государство выделяет, тратит деньги. Безусловно, мы этим сейчас и занимаемся. И в случае каких-либо отсутствия документов, мы направим запрос в правоохранительные органы. Кем и когда эти документы... А когда мы можем об проделанной работе услышать? Вы сейчас этим занимаетесь и в случае чего отправитесь в правоохранительные органы. Когда мы можем услышать какую-то часть проделанной вами работы? Не предварительно, но 2-3 месяца необходимо. 2-3 месяца, да. Спасибо.